Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила снять для вас видео о своих книгах. Также я покажу вам нашу небольшую домашнюю библиотеку, но сначала я покажу те книги, которые покупала я. Их здесь совсем немного, кратко расскажу о каждой из них, может быть, какую-то вам посоветую. Я люблю сама смотреть про книги, и поэтому решила, что такое видео могу снять, может быть, вам тоже будет интересно. А здесь у меня только современная проза, и вся классика у нас находится в другой комнате. У нас целый шкаф большой, и туда мы с вами тоже обязательно сходим. Давайте начнем с самого верха. Здесь у меня книга «Две встречи в Париже» Джорджа Моэс. Задевающая за живой, смешная и грустная книга. Продано более миллиона экземпляров книг Джорджа Моэс на русском языке. Этой книге я могу поставить оценку 4 из 5. Почему не 5, не знаю. Просто она меня особо не зацепила. Нет какого-то острого сюжета. Обычная классическая история, причем две, и они переплетаются. То есть, если можно так сказать, здесь идут главы по очереди. Одна об одной паре, следующая о другой. И опять чередуются. Здесь хороший шрифт. Эту книгу я покупала в «Читай городе». Цен тут у меня уже нету. Ну, в общем, кто любит такие просто легкие книжки, я ее брала, честно говоря. Она была недорогая, меньше 300 рублей. Брала, честно, потому что она такая маленькая, и ее можно носить везде с собой, легенькая, читать, например, в дороге где-то. Дальше у меня идут две книги Джеймса Боуэна. Одну из которых я на данный момент читаю. Первая – это «Уличный кот по имени Боб». Вот эту книгу кто-то говорит, что она сильно детская. Нет, я так не считаю. Это абсолютно обычная книга. Я люблю подобные истории читать, например, вечером перед сном, потому что они легкие, не в плане чтения, а в плане сюжета. То есть здесь нет никакой выдуманной истории, здесь просто идет описание жизни. Это действительно писал автор о своей жизни. Это действительно его кот. И, ну, не знаю, если кто-то хочет, может почитать. Так, если брать во внимание, что это писал человек, собственно говоря, не профессионал своего дела, то можно поставить пять из пяти. И вторую часть я сейчас читаю «Мир глазами кота Боба». Это вторая часть, и есть еще третья про Рождество, но ее я куплю, скорее всего, уже к следующему Новому году. Да, здесь я прочитала еще немного, потому что я ее читаю достаточно редко. Более того, вот хотела вам дать совет. Эту книгу я привозила из Москвы. Привозите какие-то такие вещи, подобные книгам, из других городов и стран. Это так приятно. Я ее открыла, и мне реально показалось, что она пахнет Москвой. В общем, хорошая книга. Здесь, кстати, есть сзади вот фотография как раз. Это Джеймс Боуэн и его сам Боб Рыжий. То же самое, что и о второй части могу сказать. Просто повествование жизни. Следующая книга у меня идет «Джон Грин. Бумажные города». Этой книге я могу поставить, ну, если можно, четыре с половиной из пяти. Почему? Я ходила на фильм, фильм мне понравился гораздо больше. Хороший тоже шрифт. История такая довольно странная. Найди меня. В принципе, здесь есть некоторые такие высказывания, которые могут зацепить. И вот из-за них эта книга на полбала больше получает от меня, чем вот эти. Тоже, в принципе, если хотите, можете почитать, но на любителя. Вот эта книга не больше трех из пяти. Это Джон Грин и многочисленный Екатерина. Вообще не понравилась. Книга непонятно о чем. Просто о том, как молодой человек встречает девушек все в его жизни Екатерины. А в итоге начинает общаться с девушкой, у которой был парень, до этого которого зовут так же, как и этого молодого человека. Я читала уже, наверное, года полтора назад, поэтому точно не помню уже, как их звали. Колин, по-моему, да. Да-да-да. Вот. Так что... Ну, в принципе, кто любит Джона Грина, сильно может почитать. Я не в восторге от этой книги, честно. Люси Кларк «Навстречу мечте» от автора бестселлера «Виновата море». Тоже неплохая книга, легкая, но здесь очень мелкий такой шрифт. Нет, что-то камера сильно крупно передает. Ну, мелкий-мелкий по сравнению с остальными. Тоже, в принципе, книга интересная. «Океан, тропические острова, беззаботная жизнь на яхте, в кругу веселых друзей казалось, все, о чем мечтали Лана и Китти, покидая туман и Лондон, стало явью. Днем они исследуют нетронутые белоснежные пляжи, а ночью плавают в лагунах под южными звездами и всеми силами стараются забыть то, от чего когда-то бежали». И так далее. В принципе, хорошая книга, советую тоже прочитать. Вот эту я могу поставить 5 из 5. Ну, опять же, не могу сказать, что она мой фаворит. Вот эта книга «Джеймс Дэшнер. Бегущий в лабиринте. Трилогия». Абсолютно 5 из 5, 5 с плюсом из 5. Мне безумно понравилась. Эту книгу я уже читала 3 раза. И постоянно она мне нравится. Я уже как-то снимала видео, в котором показывала эту книгу. И могу сказать, что очень большое переплетение есть между сюжетом книги и нашей жизнью. То есть все это, конечно, абстрактно, все с метафорами и олицетворениями, но в то же время книга достаточно интересная. Вот ее могу посоветовать 100%. И сейчас мы с вами переместимся в нашу маленькую библиотеку. Я покажу вам, какая все-таки у нас обширная проза. Ребят, вот таким образом выглядит наш шкаф с книгами. Сейчас я вам расскажу. Здесь несколько аполлок книги по психологии. А в основном классика у нас стоит наверху. Здесь абсолютно вся классика и наша, и зарубежная. И это огромное количество книг. Я вот, верите, сколько раз мы читали в школе что-либо, я брала только «Мертвые души». Не знаю, почему мы их здесь нету. Родители, кстати, говорят, что они есть, просто не смогли найти сразу, потому что, ну, тут, как бы, книги-то стоят в несколько рядов, не просто вот так. Здесь и Булгаков очень много, и Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, причем как Алексей, так и Лев Толстой. Вот Булгакова очень много, смотрите. Потом Гранин. Очень много книг. Я сейчас отсюда читаю Булгакова. Достоевский вот есть. Но единственное, что могу сказать по поводу Булгакова, я его читаю тоже редко, не взахлеб абсолютно, потому что, ну, как бы, и нет времени особо. Привет, если вы меня видите. Вот у Булгакова, короче, здесь больше всего. Да. Ну, а нижние полки – это психология, потому что у меня мама педагог-психолог, кандидат наук, и сестра у меня тоже психолог, поэтому тут книг таких много. Вот психология, отдаленность от детей и подростков, человек-психология, психология эмоций и так далее. То есть очень много книг, никогда их не читала. Для меня это неинтересно. Есть также у нас здесь книги, посвященные религии, то есть такие религиозные истории, но они никак с церковью, в принципе, не связаны. Книгиня Ольга. В общем, очень много, очень-очень-очень-очень-очень много книг. Единственное, они достаточно бестолково расставлены, не по порядку, ни в коем разе. Солженицын, Семенов, Россия Молодая, кстати, здесь у нас есть. Ну, в общем, вот так. Когда мне нужно что-то почитать, я не иду в библиотеку обычно, а беру что-то здесь, потому что самые основные произведения и самые-самые классические все-таки находятся у нас дома. Вот сейчас я отойду, чтобы вы посмотрели, какого размера этот шкаф. Там и фотографии, вот, оп-оп-оп, вот. И внизу, кстати, там тоже книги в шкафу. Ну, в принципе, вот так. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите обязательно в комментариях, что вы еще хотите видеть на моем канале, потому что очень тяжело придумывать различную тематику. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok